Для этих подростков жизнь по армейскому распорядку еще неизвестна. Знакомство мальчишек и девчонок с бытом военнослужащих началось в расположении одной из частей. День открытых дверей прошел в подразделениях уссурийского гарнизона. Солдаты и офицеры провели экскурсию для юных уссурийцев по объектам, которые скрыты за воротами контрольно-пропускного пункта. Данное мероприятие, день открытых дверей, в этом году проводится на базе 7 воинских частей. Уссурийского гарнизона на совместном совещании с главой определили эти части, определили учебные заведения. После построения – посещение казармы. Здесь, кроме ровных рядов солдатских коек, можно увидеть экспозицию оружия и побывать на тренировке спортсменов части по армейскому рукопашному бою. «Тяжело в учении, легко в бою» – эта фраза Суворова сегодня особенно актуальна. «В армии приходится учиться постоянно. Во время боеподготовки военнослужащие осваивают свою специальность по предназначению, а также общевоинские дисциплины. Связь, военная топография, огневая подготовка, РХБЗ, медицинское обеспечение и много-многое другое». Солдаты и офицеры бригады принимали участие во всех войнах и локальных конфликтах последних лет. Историю боевого пути этого соединения можно увидеть в небольшом музее. Коллекцию экспонатов также пополняют и сами военнослужащие. «На территории Сирийской Арабской Республики они были награждены, ну и привезли нам в дар, в дар привезли нашу комнату боевой славы, вот данный экспонат». Первыми гостями дня открытых дверей 80-й бригаде стали уссурийские студенты и школьники. Были среди них и юнормейцы. Кто-то из этих молодых людей в перспективе сам готов надеть погоны и прекрасно понимает основные принципы жизни военного человека. «Выполнение военных приказов, участие в военных действиях, защита Родины». В целом более 700 школьников и студентов приняли участие в акции. День открытых дверей прошел с целью патриотического воспитания молодежи. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.